Каждый из нашей группы, из нашей компании, будущее представляет для себя по-разному. В любом случае, это все исполняется в настоящее время. Есть фильмы, есть какие-то уже источники в интернете, но подход был другой, потому что нужно было привязать все к сцене. И так как там шел видеоряд, была проекция, и относительно этой проекции должна быть построена декорация. Была изначально задача сделать гаджет будущего. Искали какие-то формы, искали какие-то материалы. В итоге делали эскизы, придумывали, мерили на разные головы, на большие, на мужские, на женские. И так появилась необычная линия. Ну, чтобы это был гаджет будущего. Была задача конструкции, плита каменная. Слушай, Ромео, давай вот, ладно. Дальше уже были примерные превью каких-то фотографий, какие-то примерные от режиссера. И от группы постановщиков, которые в этом спектакле были, участвовали. И дальше мы уже сами разрабатывали. Когда по жизни делаешь много спектаклей, я вам могу сказать секрет, ничего нового нет. Единственное, что всегда нужно впечатляться. Чем-то, кем-то в нашей команде появились новые люди. И новые люди выполняли свою задачу совсем по-другому. Чего делаешь? Мотоцикл. Сделаешь, сам не знаешь. Ничто не рассказывают. Говорят, что делать задачу все. Я выполнил. Ночами, да? Я хочу сделать много своих клонов и заставить их работать. Все, что ты делаешь, в это надо сначала влюбиться. Это надо сначала увидеть уже конечный результат. Нужно понимать всегда, когда ты начинаешь знать, что в конце в итоге получится. Ну и, конечно, не всегда быть довольным своей работой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова